В этом видео я хочу показать вам бесплатный модуль для Joomla 4, с помощью которого вы сможете вывести в любой позиции вашего шаблона модуль, который будет интересно анимационно прокручивать ваши анонсы статей, заголовки и вступительный текст. Довольно привлекательно это смотрится. Это будет привлекать взгляд, например, о вывести модуль где-то на главную страницу, чтобы привлечь ваших пользователей с главной страницы посетить статьи, которые, возможно, сразу не будут видны на внутренних страницах сайта. Меня зовут Федор Васильев, и давайте рассмотрим данный модуль. Прежде чем мы с вами начнем рассматривать данный модуль, сразу покажу вам результат. Вот выводится в данной позиции, скажем, на главной странице Joomla 4 данный модуль. Он выводит, видите, как анимационно прокручивается, делает остановку на несколько секунд, на секунду, наверное, и прокручивает вот так вот новости. В любом месте вашего модульной позиции, вашего шаблона, в данном случае у нас Casio Pio родной шаблон Joomla 4, в любом другом шаблоне будете использовать. В любой позиции, я думаю, можно будет вывести. Очень симпатичные, да, заголовки кликабельные. То есть, кликнув по заголовку, я попадаю внутрь статьи уже, в развернутую статью. Ссылка на скачивание я оставлю на сайте fedorvasilv.com, на сайте своем официальном. Если вы это видео смотрите с YouTube, ссылка будет на статью в описании под этим видео. Перейдете дальше по ссылке и скачаете напрямую с сайта разработчика. И давайте посмотрим. Если вы делаете на голом сайте, убедитесь, что увидеть эффект, вам нужно сначала создать ряд статей, придать им анонсы. То есть, это часть текста. Я не знаю, как вот если не разрывать статью на подробнее, будет ли анонс показываться. Но я вам хочу сказать, что когда пишете часть текста, не забудьте вот эту разделительную линию, да. Это у нас делается вот здесь вот, подробнее. Вот если мы посмотрим, это в коде. То есть, вот такой тег system.redmoor, который разделяет текст на анонс, краткий текст статьи. И после redmoor текст идет полная версия статьи. Штук 5 статей накидайте, если у вас голый сайт. Установка, как обычно. Перейдете в систему расширения. То есть, сначала скачаете архив с модулем на компьютер. Потом перейдете сюда. Модуль перетащите в эту область. Или выберите с компьютера по кнопке. Автоматически модуль установится. Далее вы переходите в панель управления. Переходим в модули. Надо его найти. Кликаем по ID. Кликаю еще раз, чтобы отсортировать. И сразу модуль появился у нас наверху. Вот его название. Он у меня уже включен. Я смотрел его настройки. Первое, что вы делаете. Вам нужно определиться с позицией. То есть, это там, где будет выводиться данный модуль. Где вы хотите вывести. Для этого вы должны знать все позиции вашего шаблона, который вы используете. Эти все позиции, их видно здесь. Вот название идет, заголовок шаблона. И идут позиции. Если вы не ориентируетесь и не знаете, где будет выводиться, начинайте с верхней позиции, позиции баннер. И смотрите, где это выводится на сайте. Если вы используете любой другой шаблон, название модульных позиций будет отличаться и позиции тоже. Надо уже смотреть, будет отталкиваться от вашего шаблона. У меня есть колонка слева-справа. Соответственно, у меня это называется Sidebar Right. То есть, Sidebar справа. Здесь я ее нашел, выбрал позицию. Дальше. Заголовок у меня показать. Это вот этот заголовок. Его видно и здесь. Заголовок самого модуля. Вот эти вот моменты, кстати, это видите только вы, как администратор. Я нажму здесь с сайта «Выйти», чтобы они мне реально мусолят глаза и раздражают. Эти вот карандашики редактирования, быстрого редактирования. Вот так это будет выглядеть глазами пользователя. Вот этот заголовок, если хотите менять, а вы его захотите поменять, меняйте здесь. Либо заголовок мы скрываем. И тогда при обновлении просто рамочка у меня выделяется. Но опять же, эта рамочка – это стиль шаблона Casio Pio. Если вы используете другой шаблон, у вас будет другой стиль. Настройки сейчас мы с вами рассмотрим. Но еще важный момент. Вы можете модуль не увидеть, особенно новички. Здесь нужно обязательно выбрать, где отображать данный модуль. На всех страницах, если хотите отображать, значит на всех будет. Если хотите, чтобы отображался этот модуль с прокручиваемыми анонсами статей, только на выбранных статьях, тогда галочками у вас здесь, соответственно, свой список будет страниц. Убирайте там, где не нужно. Показывайте и оставляйте галочки там, где нужно. Я выберу на всех страницах. Опций здесь немного, но они есть. Первое – это высота прокручиваемых анонсов, между ними расстояние. Вот видите, достаточно большое расстояние между статьями. 200. В моем случае я ставлю 150. Обновляюсь. И для меня приемлемо. Вы видите, как это выглядит. Если сделать меньшее значение, то статья будет наскакивать на другую статью, которая ниже. Поэтому здесь внимательно настройте, как у вас это будет смотреться. Сколько статей одновременно? Вот у нас идет прокрутка. Останавливается и показывается, сколько статей. У меня стоит 5. Не совсем понятно, да, вот эта опция, потому что в видимости попадает только у меня 2 части статей. Но можете поиграться. Там 3, 2 поставить, как будет лучше смотреться. Далее здесь вы можете управлять длиной отрывка статьи, то есть часть текста анонса, чтобы происходила обрезка. Если текста много, текст наскакивает там друг на друга, сделайте меньше. Часть текста будет под каждой статьей не превышать 100 знаков. Дальше вы решаете, из каких категорий Joomla вы хотите, чтобы попадали анонсы вот в этот прокручиваемый анимационный модуль. Можно выбрать одну, либо с зажатым контролом все ваши категории. У меня только из категории блок. Выводятся анонсы. Теги. Также здесь можно кликнуть в это поле. Если вы теги добавляли к статьям, они здесь у вас появятся. И можно вот таким образом еще назначать теги. Следующая опция. Количество статей. У меня стоит 5, которые попадают в данный модуль. Ну, скорее всего, это количество последних статей, добавленных по времени, 5 штук, попадают вот в этот прокручиваемый модуль. Далее. Какие статьи вы хотите выводить в данный модуль, в этой опции? То есть, шоу это показать. Будет показываться все статьи из категории, которую вы выберете здесь. Но вы еще можете выбрать хайт, это скрыть, или он ли шоу, а показать только избранные статьи. Вот этот вариант. Только избранные. Для тех, кто не знает, избранные статьи вы помечаете звездочкой. Я перейду материалы. Вот видите, звездочкой помечаются. Просто кликаю вот сюда, вот в этот кружочек, и у меня эта статья будет избранная. Вот хотите только избранные, чтобы попадали в прокручиваемый модуль, значит, выбирайте соответствующую опцию. Так, я возвращаюсь в модуль. Далее остаются методы сортировки вывода статей. Здесь можно, чтобы выводились там, сортировались по дате, публикации. Хитс это популярные. По просмотрам туда попадали в прокручиваемые статьи, да, то есть, самые интересные статьи, которые больше всего смотрят пользователи. Например, вот этот хитс. Рандом. В случайном порядке будет. При каждом обновлении страницы попадает статьи вот в этот модуль. В общем, здесь на ваше усмотрение. И направление статей по убыванию, по возрастанию. Тоже можете поиграться, как вам больше нравится. То есть, можно сделать так, чтобы вверху самые первые показывались новости, которые прям самые свежие добавлены, либо это может быть в обратном порядке. Вот такой вот получился интересный модуль, бесплатный. Бесплатный, да, у него есть ограничения. Мы не можем влиять на анимацию, например, скорость анимации, чтобы при наведении мыши на статью, пока мышь наведена на заголовок, чтобы прокрутка, например, не происходила. Мы не можем вывести миниатюры статей, а было бы здорово. Но помните, что Joomla это, можно сказать, коммерческий проект, да. На нее все хорошее, все стоит денег. Joomla 4 появился не так давно. На нее еще не все перешли авторы своих расширений. И на этот момент времени это очень хорошо, что бесплатно есть вот такой вот модуль, который достаточно симпатично смотрится. И, наверное, подойдет для статейников или новостных сайтов. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok